Физкульт, привет! Еду с тренировки и отвечаю на очередной поступивший вопрос. Я уже его раньше озвучивал и в статьях, и в видео, но кто слышал, извиняйте, постоянно приходится говорить много раз на одни и те же темы, потому что многие люди ранние ролики не смотрят, к сожалению. Так вот, о чем вопрос? Как я отношусь к разгибаниям голени в тренажере, сидя? В простонародье разгибания ног, сидя. Друзья, что нужно знать? На самом деле, когда вам инструктор говорит, что это безопасное упражнение и его лучше дело, чем приседания, это 100%, 1000%, что этот человек не может называть себя инструктором, он просто глуп, туп, либо и то, и другое. Либо хочет вам навредить. Ну, в чем я сомневаюсь, да, таких мразей редко встретишь. Значит, человек просто необразованный, не понимает, о чем говорит. Почему разгибания ног вреднее, чем жим ногами даже и чем приседания? Все очень просто. Так устроено природой, что для безопасной работы коленного сустава необходимо так называемая замкнутая цепь, которая получается, когда стопа имеет опору. То есть, когда вы при выполнении жима ногами, к примеру, толкаете платформу стопой. Вот, бля, тупые американцы, реально. Вообще ездят необычные. И когда вы приседаете, то же самое происходит. Вы толкаетесь, отталкиваетесь стопой от пола. В первом случае при жиме ногами у вас, естественно, получается, что вы цепь замыкаете за счет того, что корпус у вас лежит, упирается в лежак тренажера, а стопа упирается в платформу. То же самое с приседанием. Только стопа упирается в пол, а корпус у вас придавлен, скажем так, штангой, рифом. Но что происходит, когда вы делаете разгибание? У вас происходит нагрузка на коленный сустав, неестественная. И она еще добавляет неестественности тем, что как раз таки стопа не имеет опоры. То есть колено испытывает нагрузку, работает, но нет давления со стороны стопы. Вот это называется замкнутой цепью относительно коленного сустава. Кстати, очень интересно, сейчас многие мои ученики, знакомые, проходят 6-месячные подготовительные курсы. Одни из самых лучших, серьезных. Если кому интересно, я оставлю ссылку под видео в описании к ролику. Как раз таки на право тренировать, получить сертификат тренинга. Насколько я знаю, это курсы от непосредственно Gold Gym, но они дают право работать в любом зале Америки, по крайней мере во всех крупных сетях. Если нет каких-то оговоренных отдельно условий, конкретно каких-то маленьких сетей или отдельно взятых с залов. Кстати, во Флориде, насколько я знаю, не обязательно, чтобы тренировать людей, иметь сертификат тренера. Что удивительно для Америки. Потому что здесь даже тот, кто хочет работать массажистом, простым массажистом, два года должен отучиться на специальных, я даже не назову это курсами, потому что это все происходит на территории медучреждений и контролируется соответствующими органами. Серьезные экзамены. Кстати, вот на этих курсах, которые проходят онлайн, там довольно-таки интересная литература. Если не забуду, когда буду монтировать ролик, вставлю обязательно эти учебники, которые дают вам. У меня, я не проходил курсы, но у меня есть эти учебники, их можно купить. Любой из вас их может купить, кстати, через Амазон. И там, что удивительно, встречаются очень многие вещи, о которых говорю и с которыми делюсь с вами я. На основании своего практического опыта и какой-то моей теоретической базы. Меня это тоже очень удивило и это удивляет и, как я вижу, радует моих учеников. Потому что они понимают, что я не совсем тупой в этом деле. Хоть немножечко, но разбираюсь. И мне тоже это приятно. Поэтому, друзья, здесь, в принципе, все очень просто. Извините за тавтологию. Чем проще, чем естественное движение, тем оно безопасней. Естественно, при соблюдении разумных ограничений, разумной техники. И когда мы говорим о приседаниях и разгибаниях ног, то здесь логически становится ясно, что приседания более функциональное упражнение. Многие люди не понимают вообще значения функциональный тренинг, функциональные упражнения. На самом деле, чем естественнее, чем природнее движение, тем оно функциональнее. Другого, в принципе, определения не может быть. А как вы понимаете, разгибаний ног в природе, сидя, я даже не представляю, где мы это делаем и для чего мы это делаем. Наверное, нигде. Другое дело, приседы. Одно из самых функциональных движений. Другими словами, мышца работает непосредственно так, как функционально должна работать. Как это заложено природой. Поэтому, друзья, я думаю, уже всем стало понятно, что разгибания гораздо опаснее, чем приседания. И если у вас болят колени, то в первую очередь откажитесь от разгибаний. И ни в коем случае нельзя делать разгибания сразу же, с больших весов. Многие игнорируют разминку. И это касается сейчас не только разгибаний. Но мой вам совет, если у вас болят коленки, изучите мои статьи и видео о причинах возникновения болей. Современные причины возникновения боли многих из вас удивят. Я это описал в своей статье, которая так и называется. И откажитесь от разгибаний. Попробуйте приседать. На худой конец сжать платформу. Кстати, относительно платформы и приседаний. В платформе ничем не безопаснее для поясничного отдела позвоночника, чем приседания. Повторяю, при разумном подходе к выполнению упражнения, вы не рискуете получить травму. Это не касается таких тупых упражнений, как гильотина, к примеру. Я уже не раз это объяснял. В гильотине биомеханика движения совершенно противоестественная для плечевого сустава. Ротаторная манжета плеча страдает, повреждается. И обязательно это приведет к проблемам. Пусть не сразу, если повезет. Но при регулярном выполнении гильотины вы обязательно получите проблемы с ротаторной манжетой плеча. А это самое страшное, что может произойти именно с плечевым суставом. Потом будете страдать, будете испытывать неудобства даже просто от того, что вот сидите, лежите. Я уже не говорю, когда будете выполнять какие-либо упражнения. А как вы понимаете, плечевой сустав участвует во всех абсолютно движениях на верхнюю часть тела. А многим будет мешать и при приседаниях. Так что, друзья, думайте всегда, думайте, анализируйте. На то нам с вами голова и дана. Куча информации сейчас. Я согласен. Очень, очень много информации. Не знаешь, на какую ориентироваться. Но, если хотите легко разбираться, единственное, с чего вам нужно начать изучение теоретической базы, которая будет давать вам, в принципе, ответы на любые возникающие вопросы относительно техники выполнения упражнений, в ряда того или иного движения, Это любой современный учебник по спортивной анатомии. Именно по спортивной анатомии. Их сейчас можно найти через интернет. Спрашивайте в своих книжных магазинах. И начните изучать. Вы увидите, насколько там информация отличается от того бреда, от того мусора, которые вот эти выкидыши от фитнес-бизнес-индустрии сами, непонятно откуда, берут, едят, потом отрыгивают. И общество вынуждено есть эту плевотину, воспринимая ее как правильную, нужную информацию. Вот основная беда современности, современного вот этого фитнеса, бизнеса. Поэтому, друзья, изучайте, изучайте анатомию, спортивную анатомию, физиологию. Вы просто будете шокированы, насколько грамотно вы будете видеть уже, в принципе, любого инструктора, любое высказывание. Кстати, спрашивайте мои книги в своих книжных магазинах, потому что я надеюсь, что уже в следующем месяце выйдет моя первая книга в печатном варианте. Это будет очень крутое издание, оно реально выполнено без самых дорогих материалов, дорогая обложка, твердый переплет, хорошая бумага. Я видел заготовку книги, мне очень понравилось, впечатлило. И кто хочет приобрести в электронном варианте и женскую книгу, и мужскую, пишите мне в личку ВКонтакт. Каждая книга стоит 25 баксов. Я вам объясню, как это сделать, как ее купить. И изучайте. В принципе, купив книгу для мужчин и для женщин, вы получаете знания теоретические и практические на 2 года начального уровня. И это поможет многим тем, кто считает себя уже середнячком или продвинутым даже. Вы сможете пересмотреть то, как вы начинали тренироваться, пройти тесты, которые даны и для мужчин, и для женщин в этих книгах. И посмотреть вообще, насколько вы продвинулись в развитии своего тела. Потому что эти тесты, это основа, основ перед тем, как вообще переходить на периодизацию. Если вы не проходите эти тесты, то вы должны возвращаться к основам, к силовому тренингу, нарабатывать в себе силу. Иначе все, что вы делаете, в принципе, теряет смысл. Если, конечно же, он у вас есть, если вы чего-то ждете от своих тренировок. Если вы ходите в зал просто по наитию, по тому, что сейчас это модно, современно, круто ходить в фитнес-центр, посидеть, потереть жопой тренажер, протереть дырку в штанах, покупаться в бассейне, тогда да. Либо вы просто ходите для того, чтобы хорошо себя чувствовать, сильно не заморачиваетесь, как и что делать. Хотя, я советую таким людям все равно изучить эту книгу, потому что вы будете больше получать пользы с меньшими затратами и времени, и своих ресурсов. И, по крайней мере, не будете совершать глупых, нелепых ошибок, которые не от вас, друзья, зависят, а именно от того, что сейчас каждый дурачок мнит себя тренером. Спасибо, что смотрите. Спасибо за ваши вопросы, комментарии, лайки, дизлайки. Все это помогает развиваться каналу, помогает мне в общении с вами, в составлении новых статей, в создании новых видеороликов. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. А я еду в Майами на рок-фестиваль. Три дня сумасшествия, начиная от Ози Осборна и заканчивая местными группами мирового уровня. Кайфану по полной. Чего желаю и вам, друзья. Всем пока. Увидимся. Не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok